Здравствуйте! Это программа «Прокурор в теме». Последние годы на территории нашего региона отмечается устойчивая тенденция к росту числа граждан, прибывающих из других государств. О том, как влияет данная динамика на состояние законности в сфере соблюдения миграционного законодательства и состояния преступности, обсудим сегодня с моим гостем в студии, заместителем прокурора Кировского района города Самары Павел Сергеевич Кадацкий. Здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, дорогие телезрители! Ну что же, первый вопрос у меня будет такой. Не начинаем пока с темы разговора. Я попрошу рассказать вас немного о себе, как давно вы в профессии и, собственно, почему вы выбрали работать в органах прокуратуры. Спасибо. Выбор профессии мной был обусловлен, наверное, во-первых, социальной значимости службы в органах прокуратуры, поскольку ни для кого не секрет, органы прокуратуры занимаются обширным кругом вопросов, в том числе социальных, государственных, вопросов безопасности, вопросов преступности. Именно поэтому мой выбор пал именно на службу в органах прокуратуры, поскольку в период обучения в Самарском государственном университете проходил практику в органах прокуратуры. Соответственно, меня привлекло данное направление деятельности, и после окончания обучения мне предложили продолжить, так скажем, свою деятельность на службе в органах прокуратуры. Ну, судя по тому, как вы работаете, работу выполняете свою успешно, ведь, да, должность заместителя прокурора Кировского района города Самара не случайно? Абсолютно верно. Ну, я начинал службу не сразу в должности заместителя, естественно. С 2018 года был назначен на должность помощника прокурора Сергийского района, в дальнейшем стал старшим помощником, после этого перешел на службу в областную прокуратуру, в отдел по надзору за процессуальной деятельностью Следственного комитета. И после уже работы в прокуратуре области был назначен на должность заместителя прокурора. Спасибо большое. Ну, и приступим к нашей сегодняшней заявленной теме. Скажите, пожалуйста, вот насколько она актуальна, и почему органы прокуратуры так пристально наблюдают и занимаются вопросами миграции? Тема сегодняшнего обсуждения затронута не случайно, и ее актуальность продиктована показателем миграционного процесса. Так, по итогам 2023 года на территории Кировского района произошел рост на 20,5% числа иностранных граждан, поставленных на миграционный учет. Традиционно, как показывает нам статистика, существует три государства, откуда наибольшее число наблюдается пребывание иностранных граждан. Это Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Доля от общего числа иностранных граждан, которые прибывают на территорию, я сейчас говорю именно про Кировский район, составляет более 60%. И данные процессы можно давать оценку этим процессам как с точки зрения положительного, поскольку является таким маркером с точки зрения социальной стабильности государства и социальных гарантий, вследствие чего иностранные граждане переезжают в том числе и на постоянное место жительства в Российскую Федерацию и для осуществления трудовой деятельности на заработок. И одновременно данная статистика, данная тенденция, она носит обратный характер и является катализатором к росту совершенных правонарушений, как в области миграционного законодательства, так и в иных сферах, так и к росту преступности. Поэтому данная динамика с точки зрения роста правонарушений, количества роста преступности, к увеличению она прослеживается уже на протяжении длительного времени не только на территории Кировского района, но и на территории города Самары, всей области. Так, по итогам 2023 года рост преступности в сфере именно совершения иностранными гражданами произошел на 23%, со 176 преступлений до 227 преступлений. Помимо роста количества общего, общего количества совершенных преступлений, произошел рост и числа иностранных граждан, которые совершили преступления, от 52 до 67. То есть, данный рост такой значительный. Рост значительный, и данный рост напрямую нам говорит о том, что ни в коем случае именно работа правонарушений органов, органов государственных власти, контролирующих органов, она не может быть снижена в данном направлении. Нужно более пристально, соответственно, относиться к этим процессам и при проведении проверочных мероприятий, и при планировании каких-либо иных мероприятий, выработке новых методик, механизмов правового регулирования в этой сфере. На данную статистику положительную, которую я привел, также и реагирует, и также происходит реакция в плане изменения законодательства. Да, да. Так и для всех государственных органов, которые задействованы в этой работе. В этой работе. Не могу с вами не согласиться, но объясните, пожалуйста, Павел Сергеевич, а почему именно Кировский район, как вы уже сказали, такое пристальное внимание, специфика расположения, что ли, получается, да, такая? Да, есть у Кировского района, соответственно, есть специфика своя с точки зрения географической и трудовой привлекательности для иностранных граждан. Сразу у меня Кировский рынок, да? Кировский рынок, да. Поскольку мы говорим в большей степени именно о, так скажем, трудовой миграции, поскольку основная цель… Приехать и заработать. Приехать и заработать, абсолютно верно. Именно поэтому для Кировского района именно присуща данная специфика с точки зрения вот этих процессов миграционных. Объясните, пожалуйста, вот рынок на Ракитовском шоссе большой, а потом Норд, это вот все к вашему району относится, да? И вот, пожалуйста, здесь все понятно уже становится, да, почему такая проблема на территории вашего района. Скажите, какие запреты и ограничения установлены миграционным законодательством, ну, чаще всего не соблюдаются иностранными гражданами, когда они прибывают на территорию Российской Федерации, мы сегодня говорим о нашем городе. Как показывает практика проведения проверок сотрудниками отделов по вопросам миграции, сотрудниками трудовой инспекции, которые также задействуются при проведении проверок так называемых рейдов, как вы можете наблюдать из средств массовой информации, часто публикуются сведения о том, что проведен очередной рейд по данному направлению. Когда проверяют документы? Да, абсолютно верно. Когда проверяют законность нахождения иностранного гражданина, иностранных граждан на территории Российской Федерации. Это регистрация, что еще? Это регистрация, это въезд, это законность приошления трудовой деятельности, привлечения иностранных граждан к работе. То есть достаточно много документов, да, которые должны быть в порядке у них, как минимум? Они должны быть как минимум в порядке, они должны быть в наличии, ведь зачастую их просто не бывает. Поэтому приходится разбираться более тонко в этих деталях, проводить соответствующие проверки предметные. Как показывает практика, основными видами нарушений, как я уже обозначил, является нарушение условий миграционного учета, когда иностранные граждане пребывают на территории РФ без соответствующего разрешения или находятся на территории Российской Федерации уже за пределами срока выданного разрешения. Поскольку у нас действует правило 90 дней, соответственно, иностранный гражданин после въезда может находить 90 дней, после этого он обязан выехать. Зачастую это правило не соблюдается. Соответственно, уполномоченные органы сотрудники отдела по вопросу миграции привлекают таких граждан по статье 18.8. То есть выехать или продлить регистрацию? Да, абсолютно верно. Либо выехать, либо, соответственно, продлить, получив соответствующий документ, в зависимости от рода деятельности, режима нахождения на территории Российской Федерации, продлить срок такого нахождения. И зачастую, мы об этом сегодня будем говорить, зачастую иностранные граждане прибегают к таким нелегальным способам продления такого срока нахождения на территории нашей страны. Скажите, а вот о продлине, если мы сейчас здесь с вами говорим об этом, это должен делаться работодатель, либо личный работник, посетив миграционную службу, ну пускай это будет вот некая памятка для тех, кто, возможно, нас сейчас смотрит, я имею в виду иностранных граждан. Спасибо, это хороший вопрос, поскольку мы, говоря об ответственности иностранных граждан, мы всегда, я предполагаю, не только ответственных самых иностранных граждан, но и работодателей, граждан, которые непосредственно их либо зарегистрировали у себя по месту пребывания, либо привлекли их к работе, поскольку законодателям ответственность возложена в том числе и на работодателей, и на лиц, которые приняли, соответственно, иностранных граждан здесь, зарегистрировали по месту жительства, по месту пребывания. То есть зона ответственности, да, она распределяется. Да, поэтому здесь ответственность возлагается на обе стороны. Если работодатель привлекает иностранного граждан к работе, он, соответственно, несет ответственность, помимо вопросов трудового законодательства, он несет еще ответственность за соблюдение его режима пребывания как работника. И работодатель также может быть привлечен к ответственности к административному. Но ведь я так полагаю, что это несложно сделать. Почему нарушение-то происходит? Ну, а ты видишь заранее документы. Если ты добросовестный работодатель, подходит к концу срока регистрации. Несложно дойти миграционную службу. Тем более у нас сейчас работают сервисы онлайн. Можно же ведь это все сделать удаленно, дистанционно. Верно? Почему нарушение происходит? Нарушение здесь происходит по сути по одной причине. Это нежелание работодателя официально оформлять трудовые отношения с иностранным гражданином. Поскольку это налагает определенные обязанности, как я уже отметил, с точки зрения миграционного законодательства, так и трудового законодательства, с точки зрения заключения трудового договора, произведения отчислений страховых, пенсионных, плюс проверок трудовых инспекций. И опять же, продиктовано возможностью выплаты серой зарплаты. И органы прокуратуры совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции уделяют пристальное внимание всем позициям при проведении предметных проверок. Выявляются часто и прокуратура Кировского района, выявлялись зачастую факты неофициального оформления трудовых отношений, когда работодатель с иностранным гражданином заключает трудовой договор или уклоняется от его заключения. В данном случае именно органы прокуратуры привлекают таких нерадивых работодателей по статье 5.27 Кодекса административных правонарушений. Знаете, как ты сказал классик, у любого преступления есть всего два мотива. Либо любовь, либо деньги. Ну, любовь здесь отметается, хотя кто знает, но вот в данном случае деньги, да, причина всему получается, то есть работодатели уклоняются от выплаты нормальных денежных средств и заключения трудового договора. Абсолютно верно. Да. Такие случаи зачастую возникают. Вот статистика имеется, может быть, какая ты на этот счет? Именно по статье 5.27, если мы говорим про этот состав административных, когда работодатели не заключают. У нас в 2023 году порядка 15 фактов привлечения работодателей к ответственности. Вот вы сказали, что вы проводите профилактические рейды или не вы. Почему именно прокуратура занимается этим? Почему не органы полиции? Миграционная служба, опять же, почему прокуратура задействована в этом вопросе. Неужели без вас и здесь не обойтись? Абсолютно верно. Органы прокуратуры, как я уже пояснил, занимаются спектром вопросов. Наверное, сложно придумать сферу отношений, сферу жизни, где органы прокуратуры остались бы в стороне и не были задействованы. Исключительно понятно, что основным регулятором в области надзора за соблюдение миграционного законодательства, именно контроля за соблюдение миграционного законодательства, остаются отделы вопроса миграции МВД России. Но также существуют, соответственно, вопросы, которые связаны в том числе с нарушением конституционных прав граждан, таких как в том числе гарантий трудовых, иных социальных, где органы прокуратуры в том числе проводят свои предметные проверки, либо проверяют работу поднадзорных органов, в том числе МВД, в этом направлении. То есть эти проверки надзорные проводят регулярно. У нас есть приказ генерального прокурора, предметный, который регулирует, соответственно, их число проведения проверок, количество, и вопросы, которые прокуроры должны выяснять в ходе этих проверок. А вот, кстати, обратная связь с вами существует. Если, к примеру, вы проверяете работы дателя на предмет наличия всех, всей разрешающей документации, то сами иностранные граждане к вам за помощью обращаются? Да, зачастую обращаются иностранные граждане, в том числе органы прокуратуры, с соответствующими обращениями о том, что их права ущемляются или нарушаются работодателем, либо нарушаются при проведении проверок отделами по вопросам миграции. Тоже реагируете на такие обращения, да, безусловно? На данные соответственно обращения мы реагируем незамедлительно, погружаемся в глубину вопроса, соответственно, и разбираемся совместно с отделом по вопросам миграции, в чем заключается проблема, что побудило гражданин обратиться в органы прокуратуры, и принимаем соответствующее решение. Либо проводим разъяснительную работу, отвечаем иностранному гражданину, разъясняемому, что действия полномоченных органов, контролирующих отделов по вопросам миграции, являются законными и соответствуют закону, либо принимаем меры прокурорского реагирования в отношении должностных лиц, которые допустили нарушение порядка проведения проверки, или допустили нарушение прав иностранного гражданина. Скажите мне, пожалуйста, Павел Сергеевич, а вот какие меры применяются в отношении злостных нарушителей, и скажите, могут ли государственные органы, ну, к примеру, запретить иностранным гражданам въезжать на территорию Российской Федерации? В отношении злостных нарушителей, как мы назовем их так, порядка въезда и пребывания на территорию РФ могут быть применены несколько механизмов их, так скажем, ограничения по въезду в Российскую Федерацию. А давайте здесь обозначим в данной теме, кто такие злостные нарушители. Злостные нарушители, это мы здесь мы, да, включаем в эту категорию. В первую очередь, это иностранные граждане, которые допускают повторные нарушения законодательства миграционного, которые, соответственно, допустили ранее нарушения, и после привлечения их к ответственности допускают повторно нарушения данных правил и норм, установленных законом. То есть не третично, не в четвертый раз, не в пятый, а уже если во второй раз, уже считается злостным нарушителем. Уже фактически, да. То есть законодательно такого понятия, как злостный нет, это такое фигуральное выражение, которое говорит о нерадивых иностранных гражданах, которые не хотят исполнять требования законодательства. И здесь мы тоже говорим об особой категории, это те, кто незаконно пересек границу, незаконно изначально пребывает на территорию, находится на территории Российской Федерации, поскольку ведь в чем опасность заключается таких граждан? В том, что они остаются бесконтрольно. Они не зарегистрированы и как будто здесь нет. Да, то есть они фактически находятся на территории, документально находятся на территории Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. По факту они находятся на территории Российской Федерации в бесконтрольном состоянии, органы и государственные власти просто не могут контролировать их передвижение, деятельность трудовую и все остальное. И как правило, вот они же и совершают преступления. Так вот, какие преступления чаще всего совершаются иностранными гражданами, ну а уж если мы говорим о злостных, то здесь, как говорится, все понятно. Да, ну то есть остановиться на вопросах именно злостности с точки зрения возможности ограничения въезда иностранных граждан. Здесь существует, я приведу два механизма. Первый, это механизм выдворения иностранных граждан с территории Российской Федерации на, соответственно, на территорию государства, гражданином которой он является. Данная мера предпринимается судом, либо должностными лицами полномочных органов, которые привлекают, уполномочены привлекать иностранных граждан к административной ответственности. Либо, соответственно, судом, как я пояснил, с учетом ряда обстоятельств, в том числе и с их учетом, в зависимости от того, какое нарушение допущено, соответственно, иностранным гражданинам, его повторность, как я уже говорил, наличие здесь у него, соответственно, работы, там, постоянные отношения к уплате налогов и ряду других обстоятельств. И особенности такого дворения... То есть проверяется несколько сфер жизни, да, этого гражданина. Учитывается, при принятии решения выдворения, учитывается его, так скажем, поведение на территории Российской Федерации, его порядочность, назовем это так. Закон о послушности еще в том числе. Закон о послушности и порядочности по отношению к исполнению установленных норм. И особенностью такой меры в виде выдворения является то, что после выдворения иностранный гражданин не может посещать территорию Российской Федерации в течение пяти лет, а в случае повторного выдворения, когда он первый раз был выдворен и повторно въехал, то... Незаконно опять же. Незаконно опять въехал, то до десяти лет. И второй мерой, которая может ограничить въезд на территорию РФ иностранного гражданина, является принятие решения о нежелательности его пребывания на территории РФ. Такое решение принимается управлением, соответственно, по вопросам миграции МВД России и принимается она при привлечении иностранных граждан административной ответственности, в том числе по разным сферам, в зависимости от вида нарушения. Если пребывание иностранного гражданина конкретного, мы говорим просто в каждом конкретном случае, угрожает безопасности государства, основам конституционного строя, здоровье населения и по другим причинам, органами, уполномоченных, которых я уже привел, они могут принять решение о его нежелательности пребывания. И в таком случае въезд иностранного гражданина на территорию Российской Федерации он запрещен. Вовсе? Вовсе. То есть ни 5, ни 10 лет? Да. И вторая мера жестче первой, как я понимаю? Да, абсолютно верно. Скажите, пожалуйста, Павел Сергеевич, а вот как исполняются наказания, которые вынесут, вот как раз то, что вынесут, это все исполняется в реале? В последнее время мы наблюдаем динамику, что исполнение именно наказаний, которые назначаются судом или уполномоченными должностными лицами, они так скажем в абсолютном числе исполняются. Действительно, есть случаи, когда иностранные граждане уклоняются от исполнения возложенных, например, административного штрафа, возложенных наказаний, либо когда к ним применяется мера в виде водворения самостоятельного следования, там есть такой механизм, когда гражданин иностранный он непринудительно выдворяется, а ему выдается соответствующее предписание, и он самостоятельным ходом должен покинуть определенный срок территорию, то есть такие случаи тоже есть, однако именно в части штрафов в последнее время мы видим, что иностранные граждане стали оплачивать, поскольку как показывает практика, они заинтересованы в исполнении наказаний, заинтересованы все-таки остаться на территории Российской Федерации, и соответственно органы компетентные также заинтересованы в этом, только при условии, что в будущем иностранный гражданин не будет допускать повторные нарушения, ведь основной задачей наказания является не порицание, а именно предупреждение совершения новых правонарушений. Ну, а по поводу нарушений трудового законодательства я поняла, а какие еще преступления совершают иностранные граждане? Да, органы прокуратуры на постоянной основе проводят аналитику состояния преступности на поднадзорной территории, и по итогам 2023 года, если мы будем подводить такой большой итог с точки зрения временного периода, наибольшее число совершенных преступлений относится к категории, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Вот прям с языка сняли, только сейчас хотел вас об этом спросить, а как же дело с этим обстоятельно, то есть порядка 60-70% от общего числа совершенных преступлений иностранных граждан составляют именно преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, поскольку обусловлено это возможностью легкого заработка здесь путем соответственно распространения наркотических средств, однако нужно всем понимать, и мы призываем, обращаемся не только к иностранным гражданам и гражданам Российской Федерации ни в коем случае не поддаваться соответственно на данные провокации, легкому заработку, легкому заработку, поскольку данный вид преступлений уголовно наказуем, уголовно наказуем серьезно, то есть по отдельным частям статей 228-1 предусмотрен вплоть до пожизненного лишения свободы в зависимости от объема. Уголовная ответственность наступает скольки лет давайте здесь напомним. С 14 лет. Верно. С 14 лет. Поэтому мы также всегда обращаем свой взор на подрастающие поколения, на совершеннолетних и проводим разъяснительную большую работу в школах, в образовательных учреждениях всех уровней образования и разъясняем им положение законодательства и касаемо привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних. Так, про наркотики сказали, а дальше какие еще преступления могли бы выделить? Самых распространенных можно выделить это использование поддельных документов, когда иностранные граждане используют поддельное водительское удостоверение, которое выданы якобы в кавычках на территории иностранного государства, в том числе справок о прохождении экзамена на знание русского языка, поскольку действительно законодателям введен определенный порядок для получения гражданства, одним из условий, которых является знание русского языка, для того, чтобы иностранный гражданин мог социализироваться в российском обществе, но зачастую иностранные граждане прибегают к помощи, так скажем, недобросовестных граждан и получают поддельные справки о прохождении. Такие случаи тоже выявляются и органами прокуратуры, и органами внутренних дел, в данных случаях также возбуждаются уголовные дела, привлекаются к ответственности гражданам. Вот здесь у меня логичный вопрос, трудности в общении происходит, когда вот приходят с органом прокуратуры общаться непосредственно с иностранными гражданами, выяснять какие-то тонкости дела, вот если он плохо говорит по-русски, ну порой даже можно и не понять, что человек хочет сказать, вот здесь какие компромиссы находятся? Да, сложности возникают, действительно, правильного отметили, в ходе проведения прокурорских проверок, в том числе в ходе проведения процессуальных проверок, расследования уголовных дел органами расследования, возникают сложности с точки зрения незнания нарушителями, преступниками русского языка. Здесь как таковой проблем нет, налажено тесное взаимодействие как органов прокуратуры, так и органов расследования с переводчиками, которые привлекаются для того, чтобы упростить, так скажем, общение с иностранными гражданами, которые не владеют русским языком. Если мы говорим про расследование уголовных дел, то законодательно закреплено обязательное участие переводчика в ходе проведения следственных действий органами расследования в случае, если иностранный гражданин не владеет русским языком. В таком случае и переводятся непосредственно показания иностранного гражданина, и переводятся все процессуальные документы, которые составляются уголовным делом. Давайте поговорим о фиктивной регистрации иностранных граждан. Скажите, пожалуйста, насколько эта проблема актуальна стоит на территории Кировского района? Да, данная проблема стоит очень остро на территории Кировского района, могу сказать. Также из средств массовой информации граждане, я думаю, вы много раз видели, что полицейскими выявлена так называемая резиновая квартира, такое фигуральное выражение, когда у нас на площади в 50 квадратов зарегистрировано по месту пребывания, по месту жительства 100, 200 и 300 иностранных граждан. Эта проблема стоит очень остро и этому вопросу уделяется большое внимание сотрудниками полиции, поскольку абсолютно логично и понятно, когда приходит российский гражданин приходит ставить на учет иностранного гражданина 60-го, 70-го в квартиру площадью 30 квадратных метров у органов полиции сразу же возникает вопрос, каким образом иностранные граждане в количестве 70 человек могут проживать в однокомнатной квартире. А каким образом органы полиции вообще допустили, что эти 60 уже прописаны? Вот у меня такой вопрос. Тут дело в том, что существует определенный административный регламент, который регламентирует порядок постановки на учет иностранных граждан, когда наши граждане приходят с соответствующим уведомлением в отдел вопроса миграции и вручают сотруднику и таким образом ставят на учет по месту проживания в своей квартире. И специфика административного регламента заключается в том, что органы полиции не вправе отказать собственнику в постановке на учет. Но в данном случае обязанность именно по контролю за фактическим проживанием иностранных граждан уже сразу автоматически она возникает. Она возникает, она автоматически ложится на органы полиции. И поэтому после в таких случаях, которые я вот привел, органы внутренних дел составляют соответствующий материал о необходимости проведения проверки такого адреса, где поставлено на учет большое число граждан. Соответственно, и проводится проверка с точки зрения их фактического нахождения. В случае, если органы внутренних дел выявляют, что данная постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания являлась фиктивной, незамедлительно возбуждается уголовное дело по статье 322 прим. 3 и собственник привлекается к уголовной ответственности в случае, если он поставил на учет иностранного гражданина без намерения иностранного гражданина проживать, о котором он заведомо знал, либо в отсутствии условий для проживания. Это что касается резиновых квартир. Органы прокуратуры также проводят соответствующие проверки. Зачастую обращаются граждане с обращениями о том, что у нас на лестничной площадке есть квартира, в которой там прописано 300 граждан по их сведениям. Органы прокуратуры также занимаются этим вопросом, проводят соответствующие проверки. И проживает, соответственно, там может быть не менее 10-20 человек в однокомнатной квартире. Это же ведь тоже недопустимо по нормам, правильно? Да, конечно. Но в случае, если там граждане иностранные реально проживают, вопросов не возникает. Мы говорим именно о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Ну что же, наше время подошло к концу. Остались еще вопросы. И непременно мы с вами в один из эфиров продолжим на них отвечать. Но сегодня я благодарю вас за ваши компетентные ответы. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Ну а гость в студии Павел Кадатский, заместитель прокурора Кировского района города Самара. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин